Да, приезжай, посмотри, конечно. Я хочу рассказать хорошие слова. Я только в свое время попросил Бога, чтобы Он мне прислал близкого человека, и это случилось. Действительно, я молился на Новый год. Это была в Суздале ночная служба за 30 минут до Нового года. Я попал на ночную службу, и там меня до этого так уже колбасило. Я испытывал какие-то страдания психологические, потому что никак не мог. 13 лет был холостяком до этого, и была какая-то жизнь, но это все было не то. И вот я буквально уже с надломом, с таким психологическим. Еще это произвело впечатление, атмосфера сама этого храма. Это храм в Суздале, рядом прямо с площадью центральной, вот сбоку стоит колокольня, и там храм ушла на ночная служба. Я тогда попал на нее. Я помню, так самозабельно просто начал молиться. Да, и действительно не прошло и трех месяцев, как в Марте. Мартин в доме на Брестской, и Володя Скадин, к сожалению, не приехавший сегодня сюда, привел мне Аню. И меня сразу шокировало то, что... А разве не тут это случилось? Это сначала, первая встреча произошла на фестивале дизайна в доме на Брестской, и там мы увидели друг друга. И я с ними вместе, прошлись по выставке, ну буквально там 20 минут, может полчаса походили, после этого, так сказать, попрощались. Прошло буквально месяц, и мне позвонит Володя, говорит, приглашаем тебя в Петрович на день рождения нашего друга Паладина. Это было 15 мая 2001 года, а у меня 14 мая день рождения, то есть буквально настоящий день. Вот, и мы вот здесь в том зале, говорит, и будет Аня с Дианой, приходи. И я пришел, они меня сразу посадили рядом с Аней. И я понял, что вот это, наверное. Серж, а ты сразу выбрал между Дианой и Аней? Или ты долго мучился? Я не выдержался. Как не выбирал? А кто же тебя? Я принял послание судьбы вверх сюда. Как это ты не выбрал? Ну, Аня произвела у меня сразу такое сильное впечатление. Да? Ну что, что у тебя произвел? Меня произвело впечатление, прежде всего, то, что она разговаривала со мной, сразу краснела. И, ох ты, да. Вот что надо делать, краснеть надо. Вот, кстати, она краснеет, у нее получается. Смотри, какая она красная. О, хорошо. Я не знаю, что анекдоты, что я наедаю. Краснеть надо, оказывается. То есть, нет. Это, знаешь, Серега, это не из раз, а... Для успеха. ...серега Шахаяна, который дальтоник, и он там, когда с девушкой разгорел, он говорит, Боря, ты как раз нет. Я говорю, Серега, ты что, брось, ты дай. И как бы он это различал, не понятно. Это особенность, это, естественно, она как бы завораживала сначала. Но потом очень быстро оказалось, что, оказывается, у нас много общего. И как-то вот столько всего открывалось, и меня так Аня вдохновило, что я однажды, помню, еду в машине, включил музыку, и звоню ей, и говорю, ты слушай, вот звездочка моя ясная, там, как ты меня... То есть, на меня как-то это очень сильно подействовало эмоционально, знакомство с Аней. И у нас стали очень быстро развиваться отношения, то есть она практически... Но она, оказывается, и тут, но тут выяснилось, что она, оказывается, сидит на чемоданах и должна уезжать учиться в Италию осенью. Ты жизнь сломал, жизнь сломал просто. Начал активно летом ухаживать, то есть в мае мы познакомились, на 15 марте началось лето, и я стал активно ухаживать. Тут мы потом к Боре на Валдай выманил, заманил, помнишь, да? Боре виноват. Мы приехали, да, я заманил, а там, я помню, у меня была группа Калита, вот это, бабушки, там русский пейзаж, вот это в машине играет, это эти песни народные. Мы приезжаем на Валдай, а Боря нас видит, что мы такие счастливые, он говорит, а не хотите покататься по озеру на лодочке, я вам, говорит, снаряжу. Я говорю, ну давайте, и он нас отправил в путешествие. Мы на целый день уплыли в озеро, на лодку, лодка была с мотором, на еду, выпить и уплыли. Мы там уплыли, мы все озеро вот так оплыли, купались на островах на каких-то, это было очень романтично. Вот есть фотографии, такие счастливые стоят, обнимочку, еще там потом, помнишь, грибы были, там грибы еще насобирали, полный стол грибов. Какой же мы такие стояли. Суслевол. Да. И вот это летом развивались наши отношения. Точно, активно. В общем, без образования осталась девушка, без итальянского. И я стал восприлить все свое... Обаяние, обаяние. Чтобы удержать запрос и не отпустить ситами в итальянский. А то, что там... Альянец бы точно его ввел. Вот. И все, удержал. После этого... Нечасто, если вы встали. Должен сказать, что это... Вот как тогда меня понесло относительно вот такого вот воздействия, так я не могу остановиться по жизни. То есть Аня меня вдохновляет, и я все время в отношении с ней испытываю какое-то вот, знаете, как будто я еще ухаживаю. Вот. Это передает какое-то вот новизну отношений. То есть мне никогда не скучно. Я всегда чувствую понимание. Аня все это воспринимает как-то очень уместно, что ли, и очень гармонично. То есть мои действия... То есть она меня стимулирует, мне хочется ухаживать, мне хочется заботиться, мне хочется делать. Вот это Вася может подтвердить. То есть мне нравится мыть ботинки дома, там, стирать белье, готовить... А чьи ботинки? Ну, чтобы дома было чисто. Серьезно. С ума сойти. Ботинки, да, и так далее, и так далее. Ничего себе. Это какие-то странные. Вот. Но это причина не ломает. Причина в том, что Анечка это все умеет. Умеет. Да, умеет извлекать. Садок, это же я, Вася-то. То есть у нее есть талант, и что еще очень важно, это когда ты у супруги, есть за что ее уважать. У моей Ани есть важная образованность, культура. Как сказать, она очень талантливый дизайнер и художник. Я это знаю, я это чувствую, и это у меня вызывает очень большое уважение. Это тоже украшает нашу жизнь. То есть мы как бы равноценны, что ли, да, в своей жизни наценку. Кто из нас не доминирует, я бы так сказал. Но хотя... Да, вы тебе закажете. Да, конечно. Ну, по крайней мере, как-то это все уместно. Я очень благодарен. Мудрая, мудрая, мудрая. Мудрая армянская жена. Да, я очень счастлив. Она краснеет до сих пор, Сережа? Да, ты понимаешь, да. Да, вот краснеет, мы видим. Смотри-ка, опять покраснеет. Вот, я очень счастлив, что у нас появился такой замечательный сыр. Вася. Сколько же выращивали? Сколько, Вася? Причем выращивали... Девятнадцать. Да, поливали, воспитывали. Но это все было очень органично и неназойливо. Фактически мы просто его... Мы наслаждались, можно сказать, своей жизнью, а Васю пригласили участвовать в этом наслаждении. То есть наслаждались своей работой, наслаждались родственными отношениями, нашими близкими людьми. Вот каждый раз, когда мы общаемся, получают эти удовольствия. И Вася все наблюдал. И профессии тоже. И вот он, я там, в этом во все правильно, по-моему, это все впитал. Правильный. Мы видим результат. Вид правильный у него, очень. Результат воздействий, пока нас этого действия раньше. А за следующий тот, давай за Анечку. Анечка была в разных перьях, у нее все торчало, 19 лет. За Анечку. Раз, два, три, три уже начинали. Ура! Нет, Сереж, велосипеда тут я, велосипеда не было. Нет, он катался. Когда я на самокате катался, он на моих сапе. Уже пленка кончила. Вот еще, еще, еще идут, да, кстати, гости. Мы сейчас пьем за Анечку. За Анечка пьян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.